Девушки отдыхают 16 автоматических ружей Взгляд на историю использования автоматов Все это, чтобы определить, какой из ружей выдержит сложнейшее испытание Это программа «Быстрый огонь» «Быстрый огонь» от МИДВА-ЮСА Маузер Си-96 против Беретта 93А Мы решили сделать этот выпуск «Быстрого огня» несколько необычным Как и другие, я смотрю телевизор и видел много ребят, которые каждый раз попадают по мишеням, стреляя из автоматического пистолета Такого не бывает Мы покажем, насколько трудно стрелять из такого оружия даже после тренировки Эта модель Беретта практически не отличается 92-й Все, кто вырос в 80-е и увлекался фильмами про полицейских, как я знаю, что у всех героев была 92-я Беретта Это автоматический пистолет Беретта 93 Рядом с ней Маузер Брумхэндл Это оружие можно увидеть в любом фильме про Первую и Вторую мировые войны Им были вооружены как хорошие парни, так и злодеи Мечта каждого пострелять из этих пистолетов От такого предложения просто невозможно отказаться Когда такая возможность появляется, каждый хочет ею воспользоваться Смотрите, какие пистолеты Автоматические пистолеты Красивые, не так ли? Да, красивые Как обычные пистолеты, только дороже Пули из них вылетают со скоростью света Да, стреляют они быстро Автоматические пистолеты, моя страсть Это не очень практичное оружие, но стреляет очень быстро Стрелять из него трудно, но действительно весело Веселье — это важный фактор в стрельбе Уверен, вам понравится, безусловно Эти пистолеты вам знакомы? Нет, этот пистолет напоминает 92-ю Беретту А вот стрелять из Брумхэндл мне не доводилось Начнем мы с Беретта Хорошо Это Беретта 93R, усовершенствованная модель 92-й Хотите ее разобрать? Да, конечно Обращайтесь с ней, как и с обычной Береттой Убедитесь, что пистолет не заряжен Нажмите на рычаг разборки, выньте механизм, пружину и ствол Все в точности, как в 92-й Есть несколько отличий Это автоматический спуск Он срабатывает вот так Это соединяющий механизм Срабатывающий от импульса Этот затвор выглядит более мощным, чем на обычной Беретте Так и есть, Майк Затвор был усовершенствован, его сделали толще Для большей эффективности стрельбы Посмотрите на Брумхэндл Это был один из... не один из, а самый первый успешный дизайн полуавтоматических пистолетов Отличный пистолет Его единственный недостаток — это неудобная рукоятка Все остальное безупречно Чем этот первый полуавтоматический пистолет отличается от оригинального Маузера? В него заряжалась обойма с 10 патронами В этой модели есть съемный магазин, рассчитанный на 20 патронов Пистолет можно заряжать обоймами по 10 патронов, а можно использовать съемный магазин Пистолет разряжен, разбирается он как обычный Маузер Курок взведен, патроник, конечно же, пуст Нажимаете на рычаг разборки и вынимаете механизм сзади пистолета Все очень просто Этот пистолет отличается от первого Его детали рассчитаны на огонь очередями Так что будьте осторожны при разборке Детали могут выскакивать Придерживая детали, вынимаем спусковой механизм Он просто выпадает Это блокиратор кулачкового управления Вставляется вырез штока в затворе И когда оружие срабатывает, он скользит сюда При отдаче он скользит сюда и запускает откат затвора Я не увидел ничего нового, так как много раз разбирал Беретту Этот пистолет особенно тем, что из него можно стрелять очередями Брумхендл меня весьма заинтриговал Как справедливо заметил Иен, его механизм можно сравнить с механизмом швейцарских часов В отборочном соревновании победитель, которого выберет автоматический пистолет Иен с Майком будут стрелять из Desert Eagle 50 Cal Их цель попасть в шесть канистр с водой, расположенных в ряд Победит тот, кто сделает это быстрее Я готов Хорошо, Майк, внимание Хороший выстрел Зверь Соберись, Майкл Стреляй в центр Есть, молодец 34,4 секунды Отличная работа Хотел попросить, чтобы ты помог держать пистолет Иен, готов? Готов Внимание Угостите меня моллиганом? Это вряд ли Помочь тебе держать пистолет, коротыш? Мне нужны подножки Как думаете, попаду? А теперь в среднюю Из этого пистолета трудно стрелять Майк, как видишь, стеллаж пуст Надо было стрелять в канистры, а не сбивать их Серьезно? На самом деле, ты не попал в мишень? Раз уж на то пошло, Майк попал в пять канистр, а ты в четыре Посмотри на эти ошметки Тем не менее, шок не считается Там сплошное месиво, но я должен отдать победу Майку, он выиграл Так и быть, поздравляю, Майк, ты молодец Дэйв не уточнял, как именно нужно проходить испытания Несколько мишеней мы снесли посредством гидростатического шока Хоть это и было весело, но две из моих мишеней упали не от попадания Поэтому Майк выиграл Ийн, какой пистолет хочешь ты? Честно говоря, у меня нет предпочтения Тебе все равно? Подумай, какой пистолет ты бы выбрал Чисто по историческим причинам я взял бы Маузер Сказать, почему? Скажи, сказать? Да Такое было у Уинстона Черчилля во время битвы в Омдурмане Когда кавалерия совершила решающий рывок Все равно выбираю я Твое решение было благородным Я тоже буду благороден и позволю тебе выбрать пистолет Надо же, бери Спасибо Я ведь тебя люблю Значит, мне достался этот 93-й беретто Класс Спасибо Соревнование будет интересным Быстрый огонь Нашим стрелкам представилась редкая возможность Ознакомиться с двумя автоматическими пистолетами Произведенными в разных веках Майк Секлендер будет стрелять из билета 93АР А Иэн Харрисон из Маузера С-96 Отправляемся на тренировку Ты можешь начинать Из него нельзя стрелять так, как из обычного пистолета Никак не могу попасть в центр мишени Переключи в автоматический режим Попробуем стрельбу очередями Осталась центральная мишень Третий выстрел был на 60 сантиметров выше Второй чуть выше А первый прямо в цель Значит, шансы попасть в цель один к трем Да Всегда считал, что автоматические пистолеты — это нелепость Ими трудно управлять Значит, мой первый выстрел был метким Да, первый раз ты попал в цель Перейдем к мишени звезде Посмотрим, как ты справишься Сейчас испытаем звезду Черт возьми Неплохо, Майк Стреляй в нижнюю мишень Стреляй в нижнюю Целюсь на 12 часов Дерзай Кто-то видел, куда я попал? Выше цели Так я и думал Пистолет подскакивает от отдачи Выше и правее Ты почти попал Я попадаю в верхние мишени? Скорее, правее мишени Параллельно Это первое попадание Буду целиться левее Ни разу не попал по мишени В автоматическом режиме Вот это зверь В этот раз твой пистолет оказался лучше Как насчет сделать ставки? Когда я сделал первый выстрел из маузера Брумхендл Я сразу заметил особенность прицелов Они совершенно не похожи на современные Я старательно целился в мишень Но никак не мог метко выстрелить В соревновании мне придется положиться на удачу Думаю, все будет хорошо Управление пистолетами оказалось непростой задачей Особенно для Иина с маузером Кто-то видел, куда я попал? Стрелки отправятся на полигон Далее в быстром огне Главное состязание Быстрый огонь Midway USA Советы и техника оружейного мастерства Переделывание старинной винтовки С патронами кольцевого воспламенения Под патроны центрального воспламенения Очень интересное занятие Я Ларри Поттерфилд из Midway USA Уверен, вам понравится Это старая спортивная винтовка Ремингтон-1 с окрашенным затвором И оригинальным синим цветом ствола Целик не оригинальный, как и насечка на цевье Канал ствола в идеальном состоянии Но он приспособлен для стрельбы Патронами кольцевого воспламенения 32-го калибра Коллекционная ценность ружья не снизится, если переделать его под патроны центрального воспламенения Винчестер 32-20 Гильза патрона калибра 32-20 Немного шире гильзы патрона кольцевого воспламенения 32-го калибра Прежде чем сменить калибр ружья, нужно вычистить патроник Вначале отсоединим затворную раму Затем возьмем развертку для патроника калибра 32-20 Обильно смазав патроник охлаждающим маслом, начнем вырезать отверстие Развертку нужно часто вынимать и очищать Благодаря мягкости стали и хорошему очистителю сделать это очень просто С помощью пустой латунной гильзы и угольника проверим, достаточно ли отверстия мы вырезали Продолжим вырезать, пока гильза с легкостью не войдет в патроник Теперь осталось сточить выбрасыватель Это был первый этап преобразования Не правда ли интересно? Я Ларри Поттерфилд из МИДВА-ЮСАИ Все просто Быстрый огонь Тренировка пройдена, теперь Иену Харрисону и Майку Секлендеру предстоит пройти испытание на полигоне Стрелки все еще не уверены в меткости стрельбы С самого начала стало очевидным, что при стрельбе из этих пистолетов первый выстрел попадет прямо в цель Но после первого нажатия спускового крючка механизм начинает работать очень быстро И последующие патроны летят в том направлении Это хороший способ израсходовать патроны, почувствовать ответственность за происходящее Что до меткости стрельбы, шансы попасть в мишень, наверное, один из трех Это будет соревнование профессионалов? Да Парни, слушайте свою задачу Вы должны стрелять из выбранных пистолетов по мишеням, начиная с внешних Первый, кто выстрелит в конечную мишень, победит Конечная мишень, красная Да, центральная красная мишень Прежде чем стрелять, в нее нужно попасть по каждой из стальных мишеней Хорошо Надеюсь, мне хватит патронов, Дэйв Попадай с первого раза и уложишься Вы готовы? Да, давайте начнем Хорошо Заряжайте пистолеты Стрелок слева готов? Стрелок справа готов? Да Внимание Я прикрою Перезарядка Прикрываю Как это вышло? Сам не знаю Перезарядка Закончились патроны Прикрываю Закончились патроны, извини, не вышло Это была наглядная иллюстрация сильных и слабых сторон обоих пистолетов Я чувствую, когда сам в плохой форме, тогда можно взять себя в руки Когда проблема в оружии, это очень расстраивает Я видел, как по правую сторону от меня падают мишени Майк продвигался в таком же темпе Один выстрел в цель, два мимо Я попал во все свои мишени Прицелился в центральную мишень И увидел, что все мишени моего товарища стоят на месте Он попал всего в одну Может быть, в две Я решил попробовать еще раз И случилось чудо Я стал попадать Не знаю, как и почему это произошло Пистолет стреляет, мишени падают Но больше надеяться я не мог Майк с беретой держал чистую победу в соревновании После такого разительного отрыва от соперника У Иена появилась новая идея Твой пистолет работает эффективней Ты более опытный стрелок Почему бы мне не взять свой XTM? Хорошо Ты стреляй с берет, а я буду стрелять из XTM Посмотрим, кто быстрей Быстрый огонь Майк Сиклендер с беретой 93R Одержал ошеломляющую победу в главном состязании Парни решили слегка изменить сценарий Что произойдет, если стрелок с хорошим автоматическим пистолетом В нашем случае с 93-й беретой Будет соревноваться с соперником Вооруженным обычным полуавтоматическим пистолетом Разрушим одну легенду Это будет интересно Обычный полуавтоматический пистолет Против дорогого автоматического пистолета Берета 93R Я знаю, какое оружие победило бы в Голливуде В Голливуде я бы разнес все мишени в щапки Если бы стрелял во все стороны Парни, вы уже прошли испытание Но мне интересно, какой будет результат повторного состязания Стрелки готовы? Да Правила те же Стрельба на скорость Заряжайте пистолет и приготовьтесь Левый стрелок готов? Еще одно, пока вы не начали У Майка нет кобуры Ясно Левый стрелок готов? Правый стрелок готов? Да Внимание Неплохо Кто победил? Он был быстрей? Да И напередил тебя на 9,5 секунд У тебя осталось еще три мишени, Майк Молодцы Это был мой лучший результат Я просто наставлял пистолет на мишени, стрелял Не тратил время на прицеливание Быстрее стрелять из него невозможно Если бы у меня были патроны 50-го калибра, я бы поспевал за Иеном Да С этим пистолетом 90% выстрелов поверх мишени Патроны 50-го калибра летели бы настолько ниже Ничего бы не вышло Я бы не смог управлять пистолетом По всем параметрам полуавтоматический пистолет побеждает Да, с полуавтоматическим пистолетом ты справился бы лучше Но, Майк, с 93-й ты был хорош Спасибо После того, как мы испытали два автоматических пистолета Мы решили оставить лучший из них И сравнить его с современным полуавтоматическим пистолетом Который можно купить в любой оружейной лавке Мы решили противопоставить XTM, который есть у меня и у Майка 93-й Беретте По идее, более дорогое оружие должно быть лучше А Беретта 93R стоит не меньше 7 тысяч фунтов Она очень дорогая Я стрелял из обычного пистолета за 500 долларов Мы доказали, что самый обычный полуавтоматический пистолет Может уделать дорогостоящий пистолет за 7 штук Автоматический пистолет Точно Голливудские легенды гласят, что можно метко стрелять Из автоматического пистолета, но это не так Это с винтовкой трудно сделать Не говоря уже о пистолете Именно Если прикрепить к этому пистолету приклад И стрелять так в автоматическом режиме Может быть, из него вышел бы какой-то толк Приклад можно было бы сделать съемным И снимать его при стрельбе в полуавтоматическом режиме По-моему, неплохая идея Что касается наших двух пистолетов, я выбираю 93-ю Берету Я с тобой согласен Это более современное оружие Его дизайн лучше продуман А также использованы современные техники производства Впрочем, не могу сказать, что выбрал бы какой-то из этих двух пистолетов Для стрельбы в реальных условиях Точнее, я точно не выбрал бы ни один Я тоже Нет, ни за что Это бесполезная трата боеприпасов Да Хотя стрелки выбрали Берету 93АР По эффективности она уступает полуавтоматическому пистолету В следующем выпуске мы оценим все ружья, которые испытывали в этом сезоне Все чисто Лучший из лучшего в программе «Быстрый огонь» Есть! «Быстрый огонь» 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 «Быстрый огонь»